Мир Тувы Янс Мир Мумитролей Если только мы постараемся, может быть для нас и наших друзей настоящим раем на земле, блаженством жить. В доме Мумитролей никто не пытается владеть другими, но наоборот, тут каждый не мешает всем остальным раскрываться и расти не похожей на него, не его красотой, расти по-другому не так, каким является он. Мы стремимся в мир Мумитролей, потому что нас вообще тянет туда, где люди нужны друг другу. И книги о Мумитролях говорят, что мир будет интересен человеку на всяком месте, где он только живет для того, чтобы умножать красоту. Что вы находитесь рядом. Именно это и делает с нами Бог. В трудную минуту, когда мы не видим выхода, он напоминает, что он рядом. И через что бы он ни принес нам это напоминание, через книгу, через молитву, через слова близкого человека или что-то еще, во всем виднеется он, великий сказочник мира, направляющий сюжеты нашей жизни к доброму концу, который, как и положено в сказке, наступает только в конце, а не в середине истории. Мир Мумитролей – это мир подлинных человеческих отношений, таких, как если бы люди всюду жили трепетно и благодарно, слушаясь то, как Святой Дух ведет их к любви. И если для средневековых менестрелей любовь – это героические действия для любимого, то Тувы Янсен, будучи женщиной, знает важность малых дел для радости близкого человека. Однажды к старцу Алексею Мечеву обратилась его духовная дочь с некой, как она выразилась, мелочью. И на это старец отвечал, что если это ее беспокоит, то такая вещь уже не может быть мелочью, ведь она волнует сердце человека. Так и в Мумитолине ее обитатели могут быть всерьез обеспокоены пропажей маминой хозяйственной сумки. Кто-то скажет мелочь, но Тувы Янсен знает, что большая забота складывается из таких мелочей, как приготовить обед или не мешать тому, кто уселся писать мемуары. В мир Мумитролей хочется возвращаться снова и снова, как возвращаются добрые люди в литургию, потому что любой, стремящийся к добру читателей, на самом деле желает именно таких отношений – райской открытости, нужности, доверия. Древний Авва говорил, чистым сделай свое сердце для каждого человека. И эти райские отношения есть жажда добрых сердец, ведь в мире так себя ведут лишь немногие. В сказке о Мумитролях есть знак того, что такие отношения все же возможны на земле, что это не полностью наша фантазия, не полностью выдумка. И в этом смысле сказки Янсен больше говорят о божественном, чем какой-нибудь скучный моральный трактат. Это вообще свойство великой литературы. Таковы подлинные авторы. Таков, например, Пушкин, который, как Тувы Янсен, может больше поведать о Боге умолчаниями, полными благодати, чем иной священник проповедью, сложенной из высоких, но не пережитых сердцем слов. Пушкин – это и есть литература в подлинном смысле слова. Он никого нигде не пытается учить, он далек от морализаторства. Он являет жизнью, как она есть, и читатель видит, что наш мир в основании бытия и есть христианский. При этом Пушкин, как и Тувы Янсен, очень мало говорит о вере. Но христианство со страниц его книг являет себя не как философия и мораль, но как антология и реальность. Видеть мир, как он есть на самом деле, и видеть его христианским – это одно и то же. И великие произведения открывают читателю глаза на эту реальность. Больше всего человек хочет быть нужным. Об этом все муми-сказки. Здесь даже пускающиеся в путешествия всегда знают, что их ждут. Даже холодная морра здесь хотела согреться, но не умела не ранить других, и поэтому она все время остается одна. И тут Янсен гениально указует, что и холодные, и колючие люди тоже нуждаются в нужности, хотя жизнь их извращена. Другое важное открытие Янсен – это то, что домашняя жизнь не может быть препятствием к тому, чтобы находиться в высоте, чтобы жить небом. Если только вещи для тебя не имеют продажную ценность. Если только ты твердо знаешь, что забота, что есть, что пить и во что одеваться – пуста, ибо Бог всегда питает всякого стремящегося к настоящести. Тогда дом для человека становится благословенным, а всякая вещь – подарком, из которого сияет небесный свет. Доброе сердце хочет жить высотой бытия. Но высота эта проявляется не только в деяниях героя. Носок, зашитый кому-то по дружбе, вовремя поданный ужин, сваренное для близких варенье – во всем этом может таиться благодать. А потому всякое дело, причастное вечности, радостно. Таковы дела мумитролей. В детстве Тува Янсен каждое лето проводила в Швеции у бабушки, в городке Блиде, недалеко от Стокгольма. Она вспоминала, что прекрасней всего было то, что море находится рядом, и хотя с лужайки у дома, где мы с друзьями играли, его видно не было, если вдруг во время игр мы внезапно затихали, до нас долетал шум прибоя. Так она говорила позднее. Жителям континента сложно представить, как море действует на людей побережья, особенно на тех, кто романтичен. Ведь море – это словно знак того, что бывают другие земли, где для сердца возможно счастье. Море вдохновляет путешествовать хотя бы мыслью за пределы видимости к разным островам блаженных, какие бы они ни представлялись древнему и новому человеку. Море – это постоянное напоминание, что в жизни есть тайна и дорога, а нам важно изведать значение того и другого. И не случайно в европейской легендарной древности так много моря, ибо оно связано со смыслообретением, даже если для этого приходится уйти за пределы этого мира в вечность. При этом я думаю, что южные моря не будет таких чувств, как моря, лежащие севернее, ирландские моря, английские, скандинавские. Гладь воды здесь служит не столько для купания и отдыха, хотя там тоже купаются, сколько для того, чтобы следовать за пределы видимого воображением и устремлением сердца. Туда, где есть настоящее, где есть драгоценное, где существует высокое. Потому в книгах о мумитролях так много моря. Оно присутствует, зовет, вдохновляет, соседствует и является знаком того, что в жизни всегда существует высшее, ради чего, собственно, и стоит жить. Это высшее герои книг Тувы Янсен часто несут и в самих себе, а вовне оно выражается в виде крепкой дружественности, всосердечии всех со всеми, что и есть высшая радость для человека. Смысл можно обрести и в простом, и в обыденном, но для этого нужно уметь видеть, как небо отражает себя в обычных делах земли, а потому напоить чаем друга есть то же самое смысл обретения, хотя выражено оно здесь не в категориях эпоса, но в категориях быта. А вообще одухотворенность быта – это одна из идей книг Тувы Янсен, и мысль-то глубоко христианская. Если Тувы Янсен выражает эту паломитскую истину в категориях одухотворенной и неодухотворенной материи, причастного Валенору, то есть раю и обыденного, то и Тувы Янсен то же самое чувство сердца передает через такую мысль, что рядом с теплым человеком теплым становится и все то, чего он коснулся. Свет сердца делает цветоносным обед, который приготовили для друзей с добрым чувством. Известная история, когда киевский князь приехал к святому Феодосию Печерскому и попробовал там монастырскую еду. Все было очень вкусно, хотя еда была самая простая. Князь удивился и спросил, почему у него, у князя, знаменитые повара, а все не так вкусно, как у простых монахов. И святой Феодосий ответил, что повара, когда готовят, то они не любят друг друга, они друг друга обижают, обижают поварят. Их страстные сердца извращают окружающий их мир, а в монастыре все готовят монахи, любят друг друга, готовят с молитвой. Оттого все и необыкновенно вкусно. Если кто был в монастырской трапезной, тот знает, какая там удивительно вкусная еда, хотя она и простая. Это происходит по той же причине. Освящение и осквернение мира касаются вообще всего, что делает человек и что его окружает, не только еды. Одежда святого может исцелить человека, потому что она осветилась его благодатью. Когда умер в 1920 году Нектарий Игинский в больнице, он умер, то врачи с него сняли рубашку и положили эту рубашку на кровать парализованного. И парализованный мгновенно исцелился и встал. Бинты, которые сняли со святого Нектария, благоухали. И в той больнице, где он умер, на его кровать еще много лет клали безнадежно больных, и те выздоравливали. Люди реально меняют мир своей жизнью. Или оскверняют его, или освящают. Одна православная девушка рассказывала мне, что варила суп и злилась на мужа, и суп быстро прокис. И она это поняла, и в другой раз варила суп с любовью к мужу и с молитвой. И муж еще несколько месяцев вспоминал, какой в тот день был вкусный суп. Или еще случай, когда жених принес этой девушке цветы, и они стояли и не увядали неестественно долго. То есть на эти цветы реально подействовала его любовь. И с другой стороны, в житиях святых и подвижников есть такие фрагменты, когда подвижник отказывается есть принесенную кем-то пищу, потом и говорит, что эта пища приготовлена с отчиславием, допустим, и страсть ее осквернила. Так к схиегумену Иоанну Алексееву, ныне уже прославленному в лике святых, прислали по почте арбуз. Но арбуз в пути лопнул и намочил много других писем на почте. Схиегумен Иоанн объяснил пославшей девушке, что она посылала арбуз тщеславясь тем, что делает. Или еще случай. У старца Григория Давыдова было такое. Келейница принесла ему чай. И старец Григорий не стал пить, а спросил, молилась ли она, когда готовила. Она сказала, что не молилась. И старец отдал ей чай и сказал, что пить чай вообще невозможно. Вот в великих сказках мы встречаем эту удивительную мысль об освящении мира. И мы удивляемся тому, как созвучны сказки и житья в этом аспекте. Допустим, у Толкина Мордор мертв, потому что его обитатели не причастны свету. А когда-то это был цветущий край. А у Тувы Янсен Морра замораживает цветы и траву, потому что ее сердце холодно. У Тувы Янсен была племянница София Янсен. И она вспоминала, что на острове, где семья проводила каждое лето, туалет был на улице. И он был внутри обит картоном. А потому на его стенах все что-то писали, делились своими философскими мыслями, рисунками и так далее. И там же впервые был нарисован мумитролль. Вообще, когда в семье царит творческая атмосфера, то детям становится радостно украшать мир вокруг себя. И это они сохраняют, часто и став взрослыми. Если муми семья – это воплощение дружественности, то одна из основных тем книги Тувы – это тема одиночества. Это одиночество может привести к творческим раздумиям о мире, как у Туутики. Оно может быть жизненным кредо, как у сну с мумрика. Оно может мучить душу, как у мумитролля в определенных ситуациях. Может быть сознательным выбором на небольшое время, как у мумы папы. Но оно есть. И Янсон не дает рецепта преодоления одиночества, потому что она и сама, судя по взрослым своим книгам, много страдала от этого в жизни. Светлой памятью для писательницы было детство и семья. Но последующие годы оставили только воспоминания об этих добрых мгновениях. Единственный полностью неодинокий персонаж муми Долины – это муми-мама. И секрет ее в том, что она всецела и полностью живет для других. Вряд ли Тувы знала эту тайну в жизни, но в своих книгах она мудрее себя, что сводится на великим писателям. И в ее книгах мы видим, что только любовь и служение воистину делают нас самими собой. То есть те качества, которыми обладает самый светлый персонаж ее книг – это самая муми-мама. В муми-семье нет того, что так часто встречается в людских семьях. Нет подавления воли и добрых желаний одного члена семьи другим. Нет доминирования сильного над слабым. Нет насилия. И если в нашем мире люди все реже понимают, какой должна быть настоящая семья, то муми-тролли – это чудесный пример, которого очень многим в жизни не хватает. Семья, как она задумана Богом, это постоянная радостная ответственность за счастье близких людей. Это чуткость к тому, что они думают и переживают, что с ними происходит. Это сусердечие, когда все рядом, даже когда они ходят поодиночке. Такая жизнь возможна, когда человек не ставит на первое место свои удовольствия, когда умеют уступать друг другу. В такой среде человеку свободно хочется раскрывать свои дары и таланты и умножать красоту именно так, как этому человеку соприродно. Ведь для кого-то путешествие, как для сну с мумрика, это то же самое умножение красоты души, для которой важнее внешнее одиночество и тишина. Члены мумии семьи всегда умеют подарить друг другу и то, и другое. Именно потому Наталья Трауберг после прочтения книг Тувы Янсен говорила, что семья должна быть окном в рай. Именно такой рисует семью писательница. А поскольку большая часть читателей росла в семьях с избытком, безразличием и угнетением, то такой светлый образ людских отношений становится для них вестью о возможности подлинной красоты в браке, когда каждый свободно радует близких и радуется сам. Многие думают, что любовь стесняют свободу. Они не знают, что лишь настоящая любовь на свободу не покушается. Если спросить, что делают в муми семье друг для друга, то часто они просто ждут кого-то, кто сейчас путешествует или трудится. Такова муми мама. Однажды я думал, какое событие из всего, что только есть в мире, меня особенно радует, вдохновляет, придает силу жить. Я понял, что мне хорошо, потому что моя мама дома. Когда ей не нужно идти на работу, я точно знаю, что она будет ждать моего возвращения домой. Ведь женщина, мама, жена радуют всю свою семью, всех людей вокруг, потому что женщинам вообще дана сила вдохновлять и радовать. Помню, я как-то пришел в храм, мне в тот день было одиноко, и со мной на лавочку села одна молодая прихожанка. Она была добра, приветлива, проявила участие в моей жизни, пусть и немного. Но мне неожиданно стало тепло, ведь рядом со мной был близкий человек, на сердце которого я мог опереться в боли. И присутствие дорогой женщины дома это постоянная незримая опора для всех. Именно по этой причине Клайв Льюис говорил, что когда умерла его мама, то у него было чувство, что под воду ушел целый материк радости, и над водой остались только немногие острова. Ведь мама, жена – это воистину архипеллах радости. Это тот родной человек, который никогда не посмеется над твоими недостатками и грехами. Мама и жена с своим удивительным тихим ожиданием нашей праведности помогают нам идти на новую высоту, которую мы раньше не знали. Где мы черпаем силу идти? В сердце любящих, в их надежде на то, что мы их не подведем. Только присутствие мамы или жены дома приносит человеку желание идти домой. Ведь там, дома, мы будем знать, что всегда и каждую минуту нужны. Ощущение нужности твоей жизни рождает чувство ненапрасности этой жизни на весах вечности. Ты любим, а следовательно, твоя жизнь важна. И чем можно назвать присутствие такого существа, как мама или жена дома, как неблаженство? Ведь блаженство – это каждую секунду быть в сердце тех, для кого мы предельно дороги. Один старец говорил своим любимым «Я всегда в вашем кармане». Мама и жена могут повторить эти слова постоянно для тех, кого они любят. В нашем мире, где многое идет не так, жить в сердце любимых – это и есть счастье. А когда такой любящий тебя человек еще и ждет тебя дома, то это даже все сокровища пещеры Аладдина не могут этого заменить. Интересно, что Христос до Пятидесятницы посылал апостолов проповедовать подвое. Это потому, что всякому человеку нужна поддержка единомысленного и единосердечного. Особенно она нужна тому, кто несет на земле какое-то важное служение. Достоевского возвратила к нормальной жизни его жена Анна. Джесси Конрад, несмотря на то, что ее обвиняли в глупости, укрепляла своего мужа Конрада в его трудах. Кальпурния одним своим видом придавала силу жить Плинию-младшему. Толкиен знал, что как бы он не устал, дома его ждет любящая жена Эдит Толкиен. Клайв Льюис обрел в своей Джой свою вторую радость после Бога. Каная явилась заслуженной наградой Нику Вуйчичу. Здесь все дело в единосердечии. Когда оно есть, то человек ощущает тлющуюся к нему через другого человека любовь к Христову. Это важно тому, кто поддерживает других и другим служит. Ведь и утешитель время от времени тоже нуждается в утешении. Это и есть семья, которая в знании, что ты всегда необходим на земле, потому твоя жизнь никогда не будет напрасной. Есть одна фантастическая история о том, как землей правили несколько самых богатых людей на планете. И хотя они правили планеты, они захотели увековечествия, могущества и приказали инженерам и рабочим спроектировать и построить огромного робота. Робота величиной с большой город. Этот робот должен стать их столицей. В нем они хотели жить. И рабочие инженеры такого робота построили. Он мог все. Мог копать новые шахты, разрушать города, такая вот движущаяся столица их мира. И в день, когда постройка робота была окончена, правители в него вошли. Главный инженер вез их на машине внутри робота, ведь робот был величиной с город, и внутри него были металлические улицы. Они остановились перед маленькой комнатой, и в этой комнате были только микрофон и кнопка. Кнопка включала робота, как объяснил главный инженер, а в микрофон можно было произнести любой приказ, и робот его исполнит. Либо задать вопрос, и робот на него ответит, как современный голосовой помощник Алиса. Правители нажали кнопку, робот включился, но они не знали, что приказывать и о чем спрашивать, ведь все свои желания они уже давно исполнили, а вопросов у них не было. Они не знали, что спросить, потому что думали, что им известно и понятно все. И тогда один юноша, бывший там, сын одного из правителей, мы живем. И тогда огромный робот стал стрястись, и в правители в ужасе разбежались. Они поняли, что машина над ними смеется. В книге Тувы Янсен еще и о том, что смысл невозможно найти ни в каком земном сокровище. Всякая вещь хороша и важна, но драгоценная ее делает только знание, что ты необходим на земле. Жители Муми Долины такое знание имеют, а поэтому их семья это окно в рай. Это чудесная проповедь о том, что возможно среди людей настоящие отношения, когда все, что мы делаем, так или иначе направлено к радости тех, кто нам дорог. И радости этой никто не отнимет у нас, слишком много страдавших, чтобы воистину обрести ее. Только тем делам и мыслям, которые коснулись неба, Бог дает вечную жизнь. Одна девушка прислала мне такие строки. В наши дни людям до лампочки твоя жизненная позиция и количество прочитанных книг. Но если твой свитер не сочетается с ботинками, тебе этого никогда не забудут. Конфуций бы на это спросил, и кого из нас будут помнить через сто лет? Книги Това Янсен еще и о том, что наш мир велик, и этого не стоит бояться. В мире всегда есть те, кто готовы, кто могут нас понять, принять. Поэтому каждому в конце концов посылается небом его муми-семья. Сам муми-тролль есть образ того, что тонкость и поэтичность души всегда соседствуют со многими комплексами. Чтобы видеть красоту другого, нужны любовь и дар вникновения. Но любящий не может жить без ответственности. Так, допустим, вся неврастения и тревожность Андерсена были связаны с тем, что он хотел быть нужен так же сильно, как ему самому были нужны другие, любимые им люди. Он говорил, что имеет наполовину женскую душу, то есть громадную чувствительность к Богу, к духовному миру, к людским сердцам. Но он также был чувствителен и к малейшим оттенкам ни приязни и ни любви и мучился каждый раз, когда был не нужен в полную меру. Таковы ведь и многие поэты. Таким был Григорий Богослов, мистик и поэт. Но именно поэт может воспеть красоту мира и всех любимых. Таков и муми-тролль, глядя на которого понимаешь, что одна только высота поэзии способна выражать высоты любви. Сказка ставит еще один важный вопрос. Как жить муми-троллю, который нуждается в нужности, но нужен не всем и не в полную меру? И сказка на это говорит, что знание, что в любой ситуации есть высота отношений, в книге это муми-мама, это знание обстановки нужно ценить высоту и красоту. Таково все семья муми-троллей. Они ни в чем не живут низменным и бытовым, даже в те минуты, когда решают вопросы быта. Их труд всегда приносит им радость и никогда не направлен на стяжание. Этим труд похож на семью древнего китайского поэта Дуфу. В этой семье было не принято произносить вслух слово деньги. Труд существует как умножение райской красоты. И никто решился жить вне заботы о деньгах никогда не будет голодным, потому что таких людях заботится небо. Открывать душу только тому, кто единосердечен нам. Конфуций говорит не дружись с неподобными себе. Эту истину муми-троллю приходится узнавать на опыте. И другое единосердечного человека можно найти в самых неожиданных необычных местах, так как весь мир дан нам для радости и удивления. Родственники Тувы Янсен вспоминали, что ее семья была чем-то похожа на семью муми-троллей, потому ее сказки открывают миру, что семья может быть творческим союзом, где каждый умножает свет и красоту по-своему, а другие радуются ему, не мешают и вдохновляют его своей любовью. Семья детства была для Тувы Янсен, как она выражалась, знаком абсолютной надежности всего сущего. Потому она так часто в годы взрослой жизни обращалась к образу муми-троллей, которые были для нее образом ее детской семьи, несущей какой-то отпечаток края, о котором, впрочем, писательница о взрослом возрасте не думала. Ее дедушка был протестантским пастором, и родители были в меру религиозны, но на протестантский манер воспринимали Бога как далекого надзирателя над землей. И неудивительно, что и детская религиозность Тувы не предполагала чувства близости и родности Бога человеку. Впрочем, такие чувства вне литургии вообще имеют только единицы, и мы можем сказать, что отмеченность раем, муми-долины тоже такого свойства. Таковы прозрения творческой благодати. И здесь Тувы Янсен похожи на других великих сказочников, которые в творчестве перерастают в заблуждение и протестантизма, и католицизма, и агностицизма, и приходят к паломицкой, святоатической пронизанности бытия Богом и красотой. Но это, повторимся, свойства творческой благодати, давать видеть бытие правильно. В ответ на вопрос, для кого вы пишете, Тувы Янсен говорила, трудно в этом признаться, но только не для детей, скорее для себя. Знаете, если мои книги и адресованы какому-то конкретному читателю, то это, скорее всего, маленький кнюд. Он сидит где-то в уголке и боится вылезти наружу, потому что этот большой мир его пугает. Таков кнюд был и в душе самой писательницы, которой вообще трудно довалилась жизнь. Показательно, что, хотя она и много путешествовала, но никогда не была инициатором путешествий. Она боялась давать интервью, боялась выступать. Возможно, оттого, что ее тонкая душа чувствовала, как мало в мире единосердечья и как трудно его найти, а лицемерия и внешних отношений, наоборот, в мире много. Тувы Янсен не воин, и ее герои тоже не воины. Видя себя ненужной, она скорее закроется и уйдет. Она мало кому доверяла свою боль и одиночество. Тувы Янсен написала так, один психолог написал мне, что муми семья это эталон здоровых отношений, то есть то, чего все меньше становится на земле, чего никогда не было у самой Тувы Янсен, когда она выросла, и без чего человек в общем не может быть счастлив, ведь даже монастырь был задуман Василием Великим на заре монашества, как одна большая семья. Человек реализует себя лишь в любви и служении. В одном интервью Тувы Янсен замечает, людям необходимо, чтобы их утешали. В жизни писательницы такого человека, который был духовно здоров и мог разделить ее жизнь после мамы, конечно, не было, поэтому она невероятно дорожила своей мамой. У Тувы Янсен есть такие слова, я обитаю под стеклянным колпаком, все остальные находятся снаружи. Конечно, чтобы сказать такое незнакомому журналисту, надо испытывать действительно большую боль и даже удивляться этой боли, быть таким известным и таким одиноким. Ощущая себя всюду ненужной, кроме, может быть, своего дома, Тувы все же отваживается на писательство, которое всегда является даром для других. Она говорит проникновенные слова о своем труде. «Быть писателем это странный и удивительный дар. Ты всегда одинок, но даришь другим людям радость и утешение». И тут Тувы Янсен с полнотой характеризует реальное положение в этом мире дарящего человека, к которому не относятся так, как он к другим людям. Доброго, вне литургии, а потому беспредельно одинокого на своих путях, куда бы эти пути его не приводили. И в этом мировая драма доброты, не знающий Бога, в котором только человек обретает чувство, что он нужен до последней глубины любим. Сотни писателей изображали драму страстей, ужас, зла, а Тувы, одна из немногих, кто явил миру, явил и жизнью, и литературой, что вне Бога у самого добра нет надежды. Это такая незавершенность доброго и мудрого человека без литургии. Конечно, Тува таких слов не говорит, они ей в голову не приходят, она не пишет об этом, не думает, но чтобы не увидеть подлинную причину ее боли и одиночества ее персонажей, надо не иметь чуткости к этой общей муке великого множества добрых людей Земли. Мэри Стюарт в своем романе «Последнее волшебство» писала «В глубинах нашего сознания из двери готовые открыться навстречу свету, если только подобрать ключ». Разные великие книги это и есть ключи для разных людей. И книги о мумитролях послужили таким ключом для тех, кто больше всего хотел убедиться, что наш мир есть сказка на самом деле и в нем стоит трудиться, чтобы по-своему и в меру сердца умножить свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok